Вечер понедельника Согласно докладу World Happiness Report, Россия в 2017 году заняла 49 место в списке стран по уровню счастья, улучшив этот свой показатель на 7 позиций по сравнению с прошлым годом. Почему я об этом заговорил? Потому что, наверное, да не наверное, а точно, собственно говоря, свое понимание счастья зависит от качества медицины, от той помощи, которую мы стремимся и хотим получить. Наш сегодняшний выпуск будет посвящен некоторым медицинским вопросам. Во второй части программы мы поговорим о геронтологии и гериатрии. В первой 20 минутке у нас в гостях сегодня директор территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Саха-Якутия Александр Васильевич Горохов. Александр Васильевич, добрый вечер. Спасибо, что пришли. Добрый вечер. Не виделись три месяца. Александр Васильевич, вот, да, чуть побольше даже. Встречались в начале декабря прошлого года, и вы тогда говорили о планах по увеличению финансирования в 2017 году, ну, чуть больше, чем на 5%. Сбылось? Сбывается? Да, мы утвердили бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования. Увеличение где-то составило около 5,9%. Это в денежном выражении около 24 миллиардов рублей. Ну, какой-то дефицит ощущается или не ощущается? Ну, денег всегда не хватает. Понятно. Но я хотел бы отметить, что по сравнению с 2015 годом, в 2015-2016 год было возрастание финансировано где-то около 2%, а здесь около 5%. Это уже существенно. Ну, и это еще, что называется, не конец. Почему? Потому что мы планируем еще в течение года получить дополнительные средства федерального фонда МЭС из так называемого резервного фонда на увеличение зарплаты. Вот здесь нам тоже предстоит большая работа вместе с Министерством здравоохранения республики на федеральном уровне, чтобы увеличить финансирование наших больниц. На что, в первую очередь, тратятся эти деньги? Конечно же, на заработную плату. 60 и более процентов это заработная плата. Фонд оплаты труда. Да, фонд оплаты труда. Потом идет медицинские расходы, они около 10% и, соответственно, ЖКХ и другие прочие расходы. Ну, вот, собственно говоря, то, с чего я начал. Россия за этот год заистекшая поднялась на 7 позиций среди стран по уровню счастья. Ведь существенные изменения произошли и с обязательным медицинским страхованием, на самом деле. Вот давайте об этих изменениях поподробнее. С 1 июля прошлого года на всей территории России начал работать Институт страховых представителей в обязательном медицинском страховании. Каковы компетенции этих представителей? И, собственно, там три уровня предусмотрено, но давайте вот там первый, второй, третий. Как они начали работать? Когда начинают? Да, действительно, с прошлого года начали работать так называемые представители первого уровня. Но я бы хотел отметить принципиальный момент. Это то, что по поручению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, наша страховая модель должна стать пациент-ориентированной. То есть не для того, что существует страховая модель, чтобы финансировать больницы, а для того, чтобы обеспечить доступность и качество медицинской помощи для наших застрахованных лиц. Это происходит сейчас? Да, это направление как раз и берет на себя вот эти страховые представители. То есть те представители страховой компании, которые должны работать непосредственно с пациентом. Как они работают? В чем заключается их работа непосредственная? Страховый представитель первого уровня – это тот представитель, который работает дистанционно, сидит на телефоне и отвечает на вопросы, которые возникают у застрахованных лиц. Контакт-центр – это тот необходимый канал, через который исчисляется обратная связь. То есть все горячие линии страховых компаний территориального фонда объединены в один номер. И, соответственно, по единому номеру должны дозвониться по различным вопросам наши застрахованные лица. Вот за период с работы с прошлого года по сегодняшнее число, число обращений около 6 тысяч обращений по этой линии. В основном это обращения по вопросу полиса. Где выдают, когда выдают, какой страховой компании прикреплен тот или иной больной пациент. Второй момент – это, конечно… Сейчас, Александр Васильевич, перебью, простите. И напомню зрителям, акцентирую внимание, что у нас тоже работает свой колл-центр, телефон прямого эфира – 42-38-97. Мы будем рады принять ваши звонки. Да, это страховые представители первого уровня. Я еще раз повторю, что около 6 тысяч звонков уже приняты. В основном это, конечно, от города Якутск. Вот здесь стоит нам, перед нами стоит задача, чтобы не только город Якутск обращался, но и обращались другие наши города. А что люди спрашивают? С чем звонят в основном? В основном звонят, я еще раз сказал, скажу, что первое – это, конечно же, вопросы по полису. Возникающие просто… Да, полисы. Страховая компания, где находится, когда выдают и процедуры выдачи полисов. Второй момент – это вопросы, относящиеся к компетенции Министерства здравоохранения, льготные лекарства обеспечения, еще какие-то вопросы. И третий момент – это по вопросам качества медицинской помощи. Вот здесь тоже страховая компания подключается и начинает рассматривать эти вопросы, если есть какие-то жалобы или непонимания со стороны больницы или пациентов. Но все равно первый уровень – это информационное сопровождение, будем так говорить. И вот с этого года начали работать страховые представители второго уровня. То есть те представители, которые непосредственно уже контактируют с пациентом. И у этих страховых представителей две большие задачи. Первая – это информационное сопровождение застрахованного лица при прохождении диспансеризации. То есть страховые компании информируют застрахованное лицо о том, что он в этом году проходит диспансеризацию, и где он должен пройти, когда должен пройти. И еще лучше, если скажут врача, скажем, к этому врачу в такое-то время вы можете подойти. А застрахованное лицо может сам время выбрать, которое ему удобно? Конечно. Естественно. Да, естественно. Это очень важно. И мы здесь начали работать в том числе по неким пилотам, где мы более подробно разбираем эти все взаимодействия между тремя, скажем так, субъектами. Это страховая компания, больница и застрахованное лицо. Мы выбрали пилотную площадку. И одна из пилотных площадок – это Якутский медицинский центр. Вот здесь мы наблюдаем очень интересную картину. За две недели были оповещены через СМС-оповещение более двух тысяч работающих людей. Специально выбрали эту когорту, понимая, что это наиболее занятые люди, которые не могут прийти и тратить время на диспансеризацию. Да. И как вы думаете, сколько человек пришло из этих более чем двух тысяч оповещений? Ну, я правда затрудняюсь. Ну, полтысячи. Ну, пришло где-то девяносто не человек всего. Девяносто не человек. И мы здесь начали… А вы оценивали, да, почему, собственно, что говорили люди, почему они не пришли? Да. Вот здесь обратная связь. Мы начали выяснять, почему не пришли вот те люди, которые не пришли. Оказалось, что пятьдесят с чем-то процентов сказали, у них нет времени. Ну, да. Около тридцати процентов сказали, что мы придем позже. И на самом деле вот те, кто боятся очередей и сказали, что из-за этого не придут, оказалось очень малое количество, около четырех процентов всего. А были такие, которые говорили, мне не надо, я здоров? Да. И таких было два процента. Два процента. Да. Хорошо. Вот теперь нам стоит задача, перед нами стоит задача работать с теми людьми, которые говорят, что у них нет времени. И, соответственно, страховые компании, больницы совместно должны выходить на крупных работодателей и говорить, давайте вот вы, пожалуйста, отправляйте своих работников на диспансеризацию. И также у нас пойдут пилоты с части крупных компаний, это, наверное, будут, скорее всего, такие крупные работодатели, как Якутуголь, Алроса, с которыми мы начнем работать, и, соответственно, для того, чтобы их работники вовремя и качественно прошли диспансеризацию. Это один момент. Второй момент, который... То есть, получается, что территориальный фонд расширяет сферу своих полномочий и деятельности своей, собственно. Да. Серьезно и существенно расширяет. И здесь возникает вопрос не только финансового характера, но и вот некого организационного момента, который обеспечивает доступность и качество медицинской помощи. И второй момент, это информационное сопровождение лиц, которые направлены на лечение в другие населенные пункты, на госпитализацию. То есть, проще говоря, если пациент направляется из района в город Якутск на госпитализацию, то его должны сопровождать на этапе госпитализации и лечения страховые представители. Это очень большой... Это серьезно, кстати. Да, это очень большой вопрос и очень большая задача, которая стоит перед страховыми представителями. То есть, возникают некие моменты, когда больной не может вовремя попасть. Почему не попал? Вот здесь должен разбираться страховой представитель. Это один момент. Второй момент, если, допустим, переносится по тем или иным причинам госпитализации на другую дату, соответственно, они должны тоже отработать вместе с больницей и пациентом и согласовать эти действия. И здесь тоже очень большая задача предстоит. И здесь также будет оцениваться наша эффективность по эффективности занятости койки. Чем больше занятость койки, соответственно, эта система работает. Не занята койка, есть какие-то очередя на госпитализацию, соответственно, эта система не работает. И, соответственно, будут вопросы к нам. По-моему, сейчас по всем положениям, если я не ошибаюсь, очень регламентировано пребывание в стационаре. Да, есть стандарты оказания медицинской помощи. И, соответственно, по этим стандартам, конечно же, должен получить пациент помощь. И третья задача, которая ставится перед страховыми компаниями, это в целом не страховые представители, а перед страховыми компаниями, это анализ смертности среди застрахованных лиц. Если раньше смертность мы анализировали только тех пациентов, которые умирали в больнице, госпитальную смертность, то сейчас мы должны анализировать в целом по территории, по страховым лицам. А как вы справляться с этим будете? Задача очень сложная. Сложная. Я на самом деле спрашиваю, без ерничества, без всякого. Почему? Потому что, допустим, даже те случаи суицидов или те случаи, допустим, ДТП, которые произошли далеко где-то на Велийской трассе или федеральной трассе Лилины, мы должны анализировать. То есть вы превращаетесь еще в такую социологическую службу, близко к этому, на самом деле. Да, на ту службу, которую это должно анализировать. Я иду дальше. Мои коллеги говорят, ну, проанализировали на этом все. А я говорю, ну, вряд ли на этом все, потому что тот же федеральный фонд спросят. Если вы анализируете, и у вас продолжает расти смертность, чем занимаетесь, что анализируете? Поэтому, конечно же, еще раз повторюсь, федеральный фонд ставит задачи перед территориальными фондами, и они становятся не только финансовыми органами, но и органами управленческими. И совместно, конечно же, мы работаем совместно с Министерством здравоохранения Республики, и, соответственно, мы должны им оказать помощь, Министерство здравоохранения, чтобы мы достигли таких показателей, которые бы отвечали тем задачам, которые стоят перед нами. Нет, ну, самое главное, чтобы они были, эти показатели, не выдуманы, а вот они отражали реальную действительность того, что происходит. Кстати говоря, хочу спросить, пока рано делать какие-то выводы на основе того анализа смертности, который вы уже начали, наверное, делать, да? Да, я думаю, что где-то мы с полугодия будем видеть некую картину. Тенденции какие-то, да? Да, и оттуда будем исходить. На самом деле смертность нашей республики где-то около пяти лет стабильно снижается. Снижается. Стабильно снижается. Младенческая смертность очень сильно снижается, материнская смертность. Есть показатели у нас неплохие, и поэтому я думаю, что помощь, которую будет оказывать территориальный фонд, в этом направлении тоже будет влиять на то, чтобы эти показатели и дальше снижались. Заработает третий уровень представителей со следующего года. Что это будет такое за уровень? Да, вот надо отметить, что страховые представители второго уровня, о которых шла речь до этого, это не обязательные медики. Это страховые представители. Это не медики еще, да? Да, это не медики. Это менеджеры, которые работают в страховых компаниях, страховщики, которые, ну, скажем так, более-менее компетентны, чем обычный пациент в вопросах госпитализации, десантинализации и этих вещей. То есть здесь больше информирования. А страховый представитель третий уровень, это уже врач-эксперт. Он должен быть тем экспертом, который отвечает на сложные клинические вопросы. И вот здесь, несмотря на то, что страховые представители третий уровень должны начать работать со следующего года, мы... А зачем это надо? Ведь на сложные клинические вопросы должен отвечать, наверное, врач. А это и есть врач. Врач-эксперт. Да, я понимаю, лечащий врач. Да, врач-эксперт, который будет перекреплен... Ну, мы сейчас начнем работу с такой категорией, с категорией часто болеющих пациентов. У нас есть база данных по... Обращениям, да. Да, по обращениям по всей республике. И мы видим тех больных, которые очень часто обращаются в те или иные... Ну, медицинские учреждения, да-да-да. Иногда бывает до 50-60 обращений в год. Вот здесь мы понимаем, что... Раз в неделю фактически, да. Да, мы здесь понимаем, что-то здесь не так, и здесь что-то не клеится между больницей и, соответственно, застрахованным лицом. Вот здесь должен врач-эксперт выступить в качестве эксперта и, соответственно, ну, некого даже, можно сказать, альбитра между пациентом и лечебным учреждением. И понять, что нужно сделать и, соответственно, оказать качественную медицинскую помощь этому астрахованному лицу. А вы знаете, Александр Васильевич, по-моему, есть такая, пусть она немногочисленная, безусловно, категория, группа пациентов, у которых это просто такое хобби – пить кровь из врача. Ну, я не буду, скажем, накоментировать это, но, тем не менее, есть когорты пациентов, которые действительно очень часто обращаются. Да, есть такая. Хорошо. Подготовка, переподготовка, профессиональный рост вот этих вот специалистов, он как-то предусмотрен? Безусловно, мы в прошлом году обучили более 100 представителей второго уровня. То есть тех работников, не медиков, которые являются страховыми специалистами второго уровня. Те врачи-эксперты, которые будут заниматься вопросами экспертизы и являются страховыми специалистами третьего уровня, конечно же, эти врачи должны быть, на самом деле, экспертом в своей области. В узкой, да? Да. Мы будем набирать тех экспертов, которые наиболее компетентны в этих областях. И, конечно же, это же финансы будут оплачиваться. Я думаю, что эксперты, надеюсь, не будут отказываться сотрудничать со страховыми компаниями. Вы знаете, вот мы в прошлый раз говорили, да и вообще эти разговоры долго ведутся, Александр Васильевич, о реформировании всей системы ОМС. И, по-моему, я вообще, наверное, не ошибусь, если скажу, что вот это реформирование, ну, полным ходом идет. На самом деле так. Или что-то не хватает еще. На самом деле так. И, возможно, что со стороны как бы это не видно, да? Да. Но в то же время вот те изменения, которые вот я сказал, только по одному направлению по страховым представителям, у нас есть и другие направления, которые более затрагивают специфические вещи. Это в части финансирование наших больниц, это переход на клинику, статистические группы. То есть те вещи, которые мы на самом деле проводим, что незаметно, более-менее незаметно для застрахованных. Я здесь хочу сказать вот что еще. Мы ждем очень принятия законного телемедицины. Телемедицины. Да, телемедицины. Которые, в принципе, поставят в правовое поле телемедицину, которая, к сожалению, не входит по большому счету в правовое поле. Как только это произойдет, надеюсь, это произойдет в 2017 году, как декларируют Министерство Российской Федерации и Государственная Дума, то мы очень серьезно будем внедрять эту систему в страховую медицину, в ОМС и, соответственно, оказывать большую долю медицинской помощи через телемедицину. Что очень важно для северов, для удаленных наших населенных. Безусловно, совершенно. Я знаю, что по стране многие контакт-центры, колл-центры работают в круглосуточном режиме. Вот совершенно конкретные моменты. Как у нас? У нас контакт-центр работает в круглосуточном режиме, но оператор сидит в рабочее время. Операторы, соответственно. А в нерабочее время это обращение записывается. Перезванивают потом? Обязательно. Я сталкивался с тем, что мы вам перезвоним и перезвоним, и тишина. Это дело у нас... Но и под запись же это все делается. Да, это дело под запись, это дело регоментироваться и, соответственно, ставится под контроль. Произошел ли перезвон или не произошел. Здесь, конечно же, ответственность работников, тех, кто за это отвечает, большая. Как найти телефон, по которому надо обращаться? Вот тоже совершенно конкретный вопрос. 8 800 100 14 03. Я еще раз повторю. 8 800 100 14 03. Собственно, по этому телефону можно получить любое информационное сопровождение по всем интересующим вопросам. Если специалист, который не сможет ответить на вопросы, которые задаются, он перенаправляет этот вопрос страхового представителя на 2 уровня. И, соответственно, если там не отвечает, то третьему уровню. Александр Васильевич, спасибо вам большое за встречу. Время пролетело незаметно. Мы вернемся в студию через пару минут рекламы. Продолжаем программу «Считаю важным». Есть эпиграфка второй части нашего сегодняшнего эфира. Белое солнце пустыни. Абдула. Хорошая жена, хороший дом. Что еще нужно человеку, чтобы встретить старость? Говорим сегодня со специалистами-геронтологами и гириаторами. Я правильно назвал, да? Гириаторами. Что еще нужно человеку, чтобы встретить старость? Ольга Викторовна. Ну, чтобы встретить старость, нужно очень долго к ней готовиться. Вот так вы считаете. Да, рассчитать свою вообще программу жизни. И нужно каждому человеку, в принципе, знать, что его ожидает старость. Какой он должен быть. Каким бы он хотел быть. Но самое главное, конечно же, это должен быть он независимым. Как социально, так и функционально. Ну, естественно, счастливым и удовлетворенным. А как? Вот каждый понимает уже по-своему. По оценке счастья мы поднялись. Я говорил в самом начале программы на 7 позиций. Поэтому растем. Как изменились задачи? Такой общий пока вопрос. Изменились задачи геронтологии и гириатрии за последние буквально несколько лет. Произошли ли какие-то смены? Да, гириатрия. Потому что относительно такая молодая наука. Я всего там несколько десятков лет. Но, тем не менее, в связи с тем, что достаточно много уже пожилых людей становится и очень старых, меняются подходы в гириатрии. Раньше мы как? Мы лечили только заболевания у пожилых. Ставили диагнозы. И по этим диагнозам, соответственно, назначали лечение. Сейчас меняется подход как во всем мире, так и мы у себя в республике стараемся эти походы применять. То есть мы смотрим не только на заболевания, но и на основные проблемы пожилых. Предположим, у него артериальная гипертония, но его в первую очередь беспокоят немножко другие проблемы. Нарушение слуха, что он плохо слышит, что он плохо видит. И поэтому гириатрии здесь как раз должны обратить внимание не только на заболевания, но и на, конечно, вот эти его проблемы, беспокоящие в первую очередь пожилого человека. И второе, появились новые понятия. Старческая остынея, гириатрическая оценка. Это все наши специфические слова, но тем не менее очень важны как и нас, для нас, так и в конечном итоге и для пожилых пациентов. Ну да, такие страшноватенькие понятия, но ничего. Давайте вот как построим нашу сегодняшнюю встречу, нашу беседу. Мы записали интервью с Кириллом Прощаевым. Это директор научно-исследовательского медицинского центра геронтологии, доктор медицинских наук, профессор. Сейчас фрагменты этой записи мы будем показывать, выводить на экран. А потом, собственно говоря, в продолжение вот этих вот фрагментиков будем с вами просто обсуждать какие-то специальные вещи. Один из вопросов, вот первый фрагмент будет о том, вопрос звучал следующий. Какие факторы влияют на индивидуальную продолжительность жизни? Я не знаю, это все, что угодно, да, может быть? Это среда, образ жизни, генетика и профессия, да? Все, что угодно совершенно. Я даже, готовясь к программе, вывел сам для себя такой, как бы, формулу. Ну уж термин, как бы, не термин, да, но социобиогенетический. Я их вот так вот связал. Смотрим, Кирилл Иванович. Глобально можно все факторы, их множество на самом деле, которые влияют на продолжительность жизни, сгруппировать в несколько блоков. Первая группа факторов – это действительно наследственные факторы. То есть действительно существуют определенные генетические механизмы, благодаря которым определенные люди имеют шанс прожить дольше, чем другие люди. Вторая группа факторов – это факторы заболеваний, которые возникают у человека в процессе жизни. Чем больше накапливается заболеваний, и чем хуже они управляемы, тем продолжительность жизни ожидаемой человека будет меньше. Третья группа факторов – это те факторы, которые мы называем социальными факторами. Это все, что нас окружает. Экономика, ситуация в обществе, условия работы, профессиональные какие-то условия и так далее, они тоже вносят свою лепту. Еще определенную лепту вносят факторы, которые мы называем образ жизни. Все знают, что это такое, но мало кто соблюдает его. Вот и продолжим. Все знают, что это такое, но мало кто соблюдает. Что надо соблюдать? Какие такие правила? С одной стороны, они очень простые вроде бы как. Следить за своим здоровьем, хотя бы знать свое давление, свой сахар крови, с холестерином, заниматься как минимум 150 минут в неделю физической активностью, соблюдать правила 150 минут физической активности. Сидеть за весом. Вес должен быть нормальный. Что у нас еще? Диета, питание, определенное количество. А это определенная какая-то диета? Да, диета должна быть персонифицированной. Индивидуально? Конечно, персонифицированной, индивидуальной должна быть диета. Также индивидуальный подбор лекарственных препаратов для каждого пациента получается. Вроде бы как простые правила, но, к сожалению, это же настолько должна быть у человека самодисциплина, чтобы ежедневно выполнять эти рекомендации. Еще раз говорю, какую-то программу жизни для себя все-таки внутри человек должен построить. Это первое. Второе, очень важно, это не только в гериатрии, но вообще в медицине, важен очень персонифицированный подход. То есть каждому человеку индивидуальный подход. Кому-то одни лекарства подходят, кому-то другие. Кому-то одна диета подходит, другим другая. Точно так же по всем разным показателям. Поэтому здесь очень важно, конечно, найти своего врача. Еще раз говорю, определить для себя какие-то параметры, программу и уже следовать. А как долго вообще может жить человек как вид биологический? Я понимаю, все индивидуально. Сколько нам отпущено? Вот я не ошибаюсь. Адам прожил 929 лет. Тогда мы многовато. Насчет Адама, сам много, конечно. 120-150 лет, говорят, в среднем можно прожить. По литературе. По литературным данным. Ну вопрос качества жизни, собственно говоря. Вот то, о чем мы сейчас и будем уже поподробнее. Кератологи говорят 120. Конечно же. 120. 120. Вот представьте у нас, какой резерв. То есть мы сейчас проживаем в республике 70 лет. Нам нужно, конечно, дожить 120. И не просто дожить, доковылять, долежать или так дальше. Но прожить ее качественно, чтобы ни от кого не зависеть. Активное долговетие, да? Заниматься собой, своими внуками и так дальше. Вот о чем сейчас задача гериатрии. А не доживать просто. А чтобы дожить до пожилого возраста, о чем мы рассказываем, ни от кого не зависеть. Если ковалять, то самому. Чтобы не было рядом с троем внуков, которые помогают тебе дойти до поликлиники и так дальше. Но это нужно готовиться заранее. Конечно, желательно со школьного возраста. Но мы призываем даже уже хотя бы в трудоспособном возрасте перед пенсией уже задумываться. И уже активно начинать осуществлять вот эти программы по антивозрастным технологиям. Есть еще такое понятие антивозрастная медицина. Антивозрастная медицина, да. Превентивная медицина. Вообще существует геронтофобная установка у населения. То есть ассоциация, если я старею, то это значит, я болею. То есть ассоциация старости с болезнью. И вот современная гериатрия, геронтология, она в первую очередь позиционирует здоровое старение. То есть здоровое старение – это не то, чтобы нет болезни. То есть старости – это не болезнь, это физиологическое состояние. Это физиологическое состояние. То есть здоровое старение – это не отсутствие болезни, а хорошая их функциональность. Давайте еще один фрагментик. Послушаем интервью Кирилла Прощаева. Там речь пойдет о классификации возрастных групп. Для чего она нужна, собственно говоря, эта классификация, как ее учитывает гериатрия. В чем идея классификации? В идеале, в молодом возрасте, человек не должен иметь никаких хронических заболеваний. Артериальная гипертензия, остеоартроза, сахарного диабета, второго типа, ожирение, атеросклероза и так далее. Если человек в молодом возрасте имеет эти заболевания, это не говорит о том, что он стал старым или пожилым. Это говорит о том, что у него начались процессы преждевременного старения. И еще почему обусловлено, вот и в 18-44 года, в этом возрасте женщина может родить самостоятельно здорового ребенка. В зрелом возрасте, в идеале, у нас опять не должно быть никаких болезней. Но там уже начинаются изменения в организме, появляются факторы риска, которые в последующем могут привести к каким-то болезням. Если мы посмотрим на ситуацию в нашем обществе, мы увидим, что много людей в этом возрасте уже имеют серьезные заболевания. Это говорит о том, что распространено преждевременное старение. Вот преждевременное старение, это старение просто раньше того, что дает эта классификация? Есть такое понятие, это превентивная гириатрия, то есть антивозрастная медицина. Преждевременное старение, это когда человек в возрасте 40 или 45 лет имеет в наличии нескольких хронических заболеваний. То есть цель превентивной медицины заключается в том, что предупреждает заболевание, профилактировать, а также преждевременно назначать лечение. Это и есть борьба с преждевременным? Преждевременное старение есть два, можно сказать, видно. Подаренное от природы, от родителей, к сожалению. И подаренное экологией. Да, и подаренное самим собой, когда, к сожалению, ведешь не тот образ жизни, чтобы продлить свою как раз качественную жизнь и подготовиться к здоровой старости. Генетика, как одна из составных частей, одна из составляющих индивидуальной продолжительности жизни, очень короткий вопрос, очень, наверное, короткий ответ, что такое генетический паспорт, нужен ли он и зачем, собственно, и где его дают. Нужен генетический паспорт, чем раньше, тем лучше. Мы планируем у себя в Якутске тоже его уже внедрить. Пока он очень распространен в Москве, распространен в Санкт-Петербурге, в клиниках превентивной медицины. Но появится и в Якутске. Мы планируем. Хорошо. Так вот, и что получается. Во-первых, я должен сам для себя определить мою концепцию, вот эту траекторию жизни. Что я хочу в результате. Так? Программу, траекторию, как хотите. Да-да-да, программу. Но мы говорим с вами об одном и том же. Хорошо, определил, потому что я так думаю, что многие, наверное, однозначно ответят на этот вопрос, я так полагаю. Ну а что затем? Затем профилактика какая-то? Цель поставлена. Так. Поставить задачи. Самое трудное затем. Поэтапно, да. К сожалению. Или к счастью. Потому что все уже зависит от самого человека, от его воли, от его самодисциплины. Если это составило эту программу, желательно, конечно, посоветоваться со специалистами, насколько она правильно, насколько она соответствует вашему статусу в настоящий момент. А потом стараться, еще раз говорю, ежедневно, ежеминутно ее соблюдать. Третий фрагмент, пожалуйста, Кирилл Иванович Прощаев. Речь вот об этом. Значит, я думаю, что все-таки 99,9% людей, как только они задумаются о следующем периоде жизни, придет понимание, что хочется вообще перед жизнью встретить активным, функциональным и так далее. Значит, возникает вопрос заботы о своем здоровье, о его сохранении, укреплении. Как только мы решили, что да, нам надо сохранять свое здоровье, нам надо идти к доктору. То есть у каждого человека должен быть свой доверенный врач. Как правило, это терапевт, либо врач общей практики, который поможет выстроить человеку уже по траектории его жизни, траекторию сохранения и укрепления здоровья. Сразу перебью, он же не специалист в геронтологии. Дело в том, что вот в сложившейся системе гериаторы, это врачи, которые занимаются пожилым возрастом, занимаются лечением людей именно пожилого возраста. А терапевты, они имеют компетенции профилактической геронтологии. То есть они знают, что надо делать человеку до наступления пожилого возраста. Вопрос в том, что у нас должна произойти стыковка знания врачей и желания человека. Происходит ли эта стыковка? Все больше и больше. Есть ли какие-то тенденции, которые вы, как практикующие врачи, наблюдаете? Больше людей обращаются? Мало того, что больше обращаются, есть многие программы по Министерству здравоохранения, так называемые диспансеризации. Открываются центры медицинской профилактики, кабинеты здоровья и так дальше. Очень много людей задумывается о том, что действительно нужно готовиться к здоровой старости, хотят определить свой статус, каковы у него основные параметры его здоровья, что ему еще нужно сделать, чтобы остаться все-таки в активном состоянии. Таких людей все больше и больше. Давайте фоном дадим видеоряд под таким условным названием «Как я проходил диагностику сам, экспресс-диагностику». Это очень важно, действительно. Я хочу подчеркнуть, и не надо бояться, это все по полису делается. Все бесплатно. Да, все бесплатно и занимает минут 15, наверное. От силы 20. 20 минут. Нет, у меня это вообще там заняло минут 15, наверное. Ну что-то типа это. Очень быстро все. 20 минут, и вы уже знаете. Ну там сначала заполняются данные, ну и потом, потом. А мы пока продолжим наш разговор. Вот какой момент очень важный. И мы подходим уже непосредственно к самой сути, может быть, даже нашего разговора. Есть ли какие-то общие тесты, общие какие-то, ну я не знаю, не анкетирования, да, какие-то общие методики, которыми можно распознать на ранней стадии Альцгеймера. Ну диабет более или менее понятен мне, да, там, ну это... Анализ. Да, сам анализ более или менее понятен. Ну вот что касается вот этих вот болячек, которые не пощупаешь. Конечно, такие опросники, тесты есть, да. Допустим, я как нейрогериатор могу сказать по когнитивным расстройствам, которые очень часто встречаются в пожилом, старческом возрасте. 10-20% населения страдает с когнитивными расстройствами. Иными словами, это познавательные расстройства, да. И при этом в начальных стадиях мы проводим обследование, исследование, опросники. И самый тут известный опросник – шкала оценки психического статуса. Или ММЦ – краткая шкала оценки психического статуса. Вот эта оценка, значит... Если она краткая, можем сейчас что-нибудь сделать? Сделать? Ну и сейчас я расскажу. Давайте. Расскажу. В общем, состоит из 10 пунктов. Тут, значит, человек, во-первых, о себе рассказывает, ориентировка в себе, во времени. Потом, значит, дату времени и так далее. И каждый пункт, они очень простые пункты, да. Рисует, значит, часы рисует. Потом, значит... Это мы покажем отдельно, да, про часы. И расскажем. Так. Вот этот тест мы можем провести и проводим. Проводим и выявляем. Есть и когнитивные расстройства. Еще хочу сказать, вот когнитивные расстройства, да, они делятся на три стадии. То есть это легкие когнитивные расстройства, которые могут встречаться даже после 40 лет. Потом, значит, умеренные когнитивные расстройства и тяжелые когнитивные расстройства. И у нас в нашем городе, в нашей париклинике скоро откроется кабинет профилактики когнитивных расстройств. Давайте сейчас посмотрим как раз вот упомянутый выше тест под названием часы. Кирилл Иванович вот провел его для меня специально. И у нас есть видео. Существует относительно простой способ, который может сказать, есть ли у вас какие-то проблемы когнитивные, то есть это когнитивные функции, это функции головного мозга, или пока еще можно сидеть спокойно некоторое время и не обращаться за помощью к врачу. Тест называется тест рисования часов. Сейчас мы его с вами проведем. Надо часы нарисовать. Для начала нарисуйте циферблат. Круглые часы нарисуйте и разметьте цифрами, чтобы мы видели, что это часы. Я, правда, рисую обалденно плохо. Теперь с помощью большой и маленькой стрелок покажите, например, что сейчас 10 минут 12. Отлично. То есть любой другой человек, когда посмотрит на эти часы, он поймет, что это 10 минут 12. Вы тест прошли, можете полгода жить спокойно, а через полгода опять его пройти. Через полгода. А почему именно 10 минут 12? Можно, конечно же, задание рисовать в любое время. Но врачи во всем мире договорились, что мы будем давать пациентам задание 10 минут 12. Почему? Потому что сегодня провел этот тест я. А через полгода провел другой врач. И мы могли сравнить, как человек выполняет тест. Также это важно, если есть какие-то изменения. Это замечательно, здорово, мне понравилось. А какие-то еще? Есть какие-то тесты простые, пример которых можно прямо сейчас в студии? На запоминание пяти слов, например, да? Из русского языка или из русского? Из русского. Вообще вся гириатрия строится как раз на шкалах и на опросниках. Они достаточно с виду вроде бы как просты, но позволяют нам по вот этим простым вопросам определить степень когнитивных расстройств. Светлана, расскажите. Мы перечисляем, например, собака, кошка, дом, бабушка, дедушка. Потом через какое-то время... Собака, кошка, дом, бабушка и дедушка. Ну вот, у вас нет когнитивных нарушений или когнитивного дефицита. Или наоборот, даем задание на какую-то определенную тему. Я когда на работе, я очень внимательный собеседник. На тему отдыха, например, вы должны придумать, например, 25 слов, которые ассоциируются у вас с отдыхом. Перечислите, пожалуйста. Ну, 25 это много. Ну, хотя бы так. Вот такие простые опросники. Пляж, море и так далее, да? Пляж, море и так далее, музеи. А потом побально все эти опросники суммируются, и уже является степень когнитивных нарушений или когнитивного дефицита, получается. А вот эти вот разные степени, которые вы начали перечислять, легкие, средние, тяжелые? Это побалом уже по опроснику суммируются. По клинике, конечно, отличается. Первая степень, значит, там вообще вот познавательная деятельность, да? Это, значит, снижение памяти, снижение интеллекта, снижение, значит, внимания, восприятия. И при легких расстройствах они бывают совсем вот, ну, в минимальной степени. Минимальные, да. А умеренные когнитивные нарушения, там уже немножко трудовая деятельность страдает. А третья стадия, там уже деменция. Это самоумие. Мы все можем избежать, кроме рекламы на телеканале НЛК. Реклама пролетела незаметно. Мы продолжаем говорить о гериатрии, о геронтологии. И говорим в том разрезе, в разрезе профилактики каких-то профилактических мер. Давайте я предлагаю следующий фрагмент интервью с Кириллом Прощаевым поставим сейчас для просмотра, ну и прокомментируем. Глобально систему профилактики можно разделить на две больших части. Они не исключают одна одну, они дополняют. Первая система – это система популяционной профилактики. Это то, что мы понимаем и проводим, например, в рамках диспансеризации, либо регулярных профилактических осмотров. То есть мы идем к врачу, нам делают флюорографию, измеряют артериальное давление, уровень глюкозы, крови и так далее. Тем самым профилактируют наиболее распространенные социально значимые болезни. Например, туберкулез, инфаркт, инсульт и так далее. Популяционная профилактика чем хороша? Она охватывает все население. Но результаты профилактики, ими могут пользоваться не все население. Почему? Потому что, вот мы говорим, в результате наших мероприятий мы снизили сердечно-сосудистую заболеваемость на 50%. А еще 50%-то остается. Дело в том, что существуют какие-то дополнительные индивидуальные факторы риска, которые могут быть у вас, у меня, у третьего человека, и они различаются. И вот здесь наступает этап индивидуальной профилактики. Индивидуальная профилактика, как проводится, что делается? Это, опять же, терапевтам делается? Да, в основном, конечно, это терапевтам. И самим пациентам. Центры медпрофилактики. Исключить вредные факторы, то есть, да, курение, алкоголь, собак, другие препараты. То есть, понятно, правильное питание раз, физическая активность два, да? Уже есть конкретные цифры. И должны, мне кажется, каждый наш житель, каждый житель должен знать эти цифры. Вот можно озвучили 150 минут в неделю активной физической подготовки. Хоть в любом виде, но это должно быть среднее. То есть, это не прошелся там 5 минут, потом еще 5 минут, еще 5 минут. Желательно, чтобы это было достаточно последовательно и в среднем времени. Да, это быстрая ходьба, например. 400 грамм фруктов. 400 грамм зеленых, 400 грамм желтых и 400 грамм красных. Это вот девиз гелиатров. А вы знаете, я сразу 400 грамм умножаю на семью, из 4 человек получаю полтора килограмма в день съедаемого зеленого хрустящего. Это рекомендует. Вот так, это стандарт европейский получается, да? И главное, чтобы не было синдрома дегидратации, то есть, дегидратация, это когда идет обезвоживание, да, ведь? И рекомендует хотя бы по 30 миллилитров на килограмм веса человека, то есть, достаточное количество воды нужно. Каждый день потреблять. Ну, это такие вот рекомендации, кстати говоря, вот профессор говорит о том же самом. Давайте мы еще раз послушаем, потому что я считаю, это очень важно на самом деле, все это проговорить. Очень просто, но очень сложно. В основном это как раз не медикаментозная терапия. То есть, опять же, существуют базисные вещи, которые должен делать каждый человек. Самое интересное, что все это знают, но не все это делают. Базисных вещей две. Ну, три давайте. Первое, это физическая активность. Второе, это питание. А третье, это тренинг головного мозга. Что такое физическая активность? Это не только снижение риска инфарктов, инсультов и борьба с ожирением и так далее. Оно доказано, что чем больше человек имеет физическую активность, тем у него меньше заболеть. Меньший шанс заболеть некоторыми онкологическими заболеваниями. Это не говорит о том, что онкологических заболеваний не будет. Но риск этих заболеваний снижается. А вот это я первый раз вообще вот это вот слышу. Чем больше физическая активность, тем меньше риск заболеваемости онка. Да, последним исследованием получается так. Очень много в последнее время как раз изменений понятий основных, основных норматив. И особенно это касается в том числе и гериатрии. То есть и нормативы некоторые меняются. Но мне кажется, достаточно много это везде говорится, на всех каналах, во всех передачах. Но вот Кирилл Иванович сказал, и мы тоже с этим часто сталкиваемся. То есть да, нужно знать свое давление обязательно. Причем оно должно быть для разного возраста до 60, до 75, 140. 140. Называется целевое давление. Вот как правило, когда мы проводим какие-то лекции или опросы, очень мало единицы знает свое целевое давление. То давление, которое они должны достичь. Нерабочее давление. Очень мало кто и знает свой холестерин, сахар крови. Еще раз говорю, это вроде бы такие простые, достаточно понятия, но которые влияют на качество нашей жизни. А как заниматься вот этими когнитивными тренингами, так называемыми? То есть тот третий раздел, помимо питания, помимо активности физической, о котором говорил и профессор Причаев. Ну это достаточно просто. Учите новый иностранный язык. Вот он тоже говорил про иностранные языки, что это многое дает. Это добавляет даже какое-то время к продолжительности жизни. Он говорит, что хотя бы должны быть билингвальные, то есть говорить на двух языках. Здесь-то это, в Якутии, с этим уже проблем вроде бы как нет. Есть много исследований, которые подтверждают, что действительно какое-то определенное число языков, до четырех, до пяти, там разные исследования, то вы увеличиваете тем самым продолжительность жизни, причем продолжительность жизни в здравом уме. И твердой памяти. Да. Исследования очень много серьезных таких проводилось. Поэтому то, что мы говорим, достаточно простые правила, но на самом деле это громадный труд ученых. Среди того, что выделил Кирилл Анатольевич, значит, было еще осваиваете новые технологии, гаджеты, какие-то компьютерные вот эти вот штучки. Тоже имеет место. И как можно дольше, говорит он, работаете по профессии. Я сразу так понимаю, что я даже слоган придумал. Такой надо на пенсионном фонде повесить. Наша пенсионная система-залог вашей активной старости. Может быть. Хорошо. Вы-то сами как? Вы проводите эти тесты друг на друге. Вы-то сами с собой делаете все, что рекомендовано нам, вашим пациентам? Потенциальным может быть. Естественно, конечно. Это большая самодисциплина. Если мы пропагандируем вот эти правила основные, мы вынуждены и должны заниматься и собой, и окружающими людьми вокруг нас, и пропагандировать как можно больше обычные, еще раз говорю, простые правила, но они нам очень действенны. И вот это как раз нам нужно как можно чаще и везде на разных уровнях и говорить. Проговорили, проговорили, кстати говоря, я хочу еще раз вот это зафиксировать, что не надо манкировать диспансеризации, уворачиваться от нее. Да, мы вот говорили с Александром Гороховым, территориальный фонд обязательного медицинского страхования, о том, что они этим тоже занимаются. А люди не приходят. Они приходят по разным причинам совершенно. Но мне там понравилось, что нехватка времени – это первое место из причин, а я считаю себя абсолютно здоровым, это вообще там 2%. Ну, нехватка времени, я считаю, это отговоркой, конечно же, потому что все-таки ответственность к своему здоровью. Вот вы же сами сказали, что исследовать основные параметры – это 15-20 минут. Я думаю, каждый из нас найдет определенное количество времени, чтобы понять основные параметры, узнать о состоянии своего здоровья. Конечно, на что обратить внимание в той или иной степени. Вроде бы ты, вроде бы как, ничего тебя не беспокоит. У нас остается немножко времени. Финальный вопрос будет адресован к вам, к каждой. Ну и вот давайте послушаем, как на этот вопрос отвечал Кирилл Прочаев. Если бы вам, Кирилл Иванович, предложили без всяких абсолютных условий, бессмертие, вы бы согласились? Нет. Потому что я не сказал, в каком состоянии это бессмертие, собственно говоря. Нет, потому что мы не знаем, что находится в следующей части существования нашего духа, тела и так далее. И обеспечив бессмертие, мы можем потерять очень много интересного. Вам предлагается без всяких дополнительных условий бессмертия? Как? Тоже кратко скажу. Тоже так, да? Нет и скучно. Вот нет и скучно. Так. Я тоже так. Нет. Абсолютно согласна. С Кириллом прощаем тоже. А у меня вот нет, понятно, да? Но там подоплека вот то, что я его спрашивал, потому что я действительно не сказал в условиях задачи изначальной, в каком состоянии вот это бессмертие предлагается. Ведь, ну вот, собственно, это тема нашего сегодняшнего разговора, да? Качественное старение, качественное взросление. Хорошо. Может быть, какие-то вот еще пожелания зрителям в наше время истекает? Скажите. Ну, хочу пожелать всем здоровья, конечно же, да? Но я хочу призвать, в первую очередь, всех наших жителей, нашей прекрасной республики, это быть ответственным за свое состояние здоровья, уделять состоянию здоровья своему много-много времени и, самое главное, готовиться к здоровому старению. Активного долголетия и профилактику когнитивных расстройств. Вот. Встретить свою старость в полном здравии и уме. Ну, и здоровое старение, всем здорового старения, которое заключается в мобильности и когнитивных, без когнитивных нарушений. Ну, мне остается только присоединиться к этим пожеланиям. Еще раз хочу напомнить, что говорили мы сегодня о... Кстати говоря, вот мне надо идти к гириатору, если что-то вот я там озадачусь. Или все-таки вот покажу. К терапевту. К терапевту. Это молодой возраст. 45 лет, это уже зрелый возраст. Да, это зрелый возраст. Наше время истекло. Программа, считаю, важным встретится с вами через неделю. Всего вам доброго. Будьте уверены в завтрашнем дне. До свидания. Спасибо. Спасибо.